В Полевском состоялось вручение знаков отличия Свердловской области многодетным семьям, а также семьям, которые прожили в браке 50 и более лет. В нашем городе таких семей немало, и те, кто смог прийти на мероприятие, с трудом разместились в уютном зале культурно-экспозиционного комплекса «Бажовский». На торжественном вручении знаков отличия побывала и наша съемочная группа. В этот день в зале много детей разного возраста, но главные героини сегодня – это их мамы. Их награждают знаками отличия Свердловской области за материнскую доблесть. Такие знаки отличия присваивают тем семьям, которые воспитывают 5 и более детей. На сегодняшний день в Полевском проживает 38 таких доблестных матерей. Всего в нашем городе проживают 802 многодетные семьи. За последние три года их число увеличилось почти вдвое. С 2012 года многодетным семьям в связи с рождением третьего или последующего ребенка предоставляется областной материнский семейный капитал. На сегодняшний день его размер составляет 116 868 рублей. Кроме того, многодетным семьям в связи с рождением третьего либо последующего ребенка предоставляется единовременная выплата в размере 5000 рублей. А также, если многодетная семья в связи с рождением третьего и последующего ребенка имеет доход ниже прожиточного минимума, то такой семье до достижения ребенком возраста 3 лет выплачивается ежемесячно. Пособие в размере минимального прожиточного минимума. То есть на сегодняшний день его размер составляет 10 350 рублей. Кроме того, семьи, которые воспитывают более 5 детей в возрасте до 18 лет, могут воспользоваться государственной социальной помощью на основе индивидуального социального контракта. Те, кто желает получить помощь, могут обратиться в Управление социальной политики. Помимо многодетных семей сегодня чествуют и замещающих родителей, которые взяли на воспитание приемных детей. Опыт воспитания мы очень приветствуем. И причем эти родители прошли также обучение в нашей школе. И мы приглашаем всех граждан, которые заинтересованы, взять свое семейное воспитание, к нам подойти и получить курсы обучения. Всего на территории Полевского городского округа 192 семьи, которые взяли приемных детей. Примерно одна треть из них воспитывают неродственных, чужих детей. Светлана Никонова воспитывает четверых родных детей, а еще пятеро приемных. Хотя Светлана Николаевна их и не разделяет на своих и не своих. Самому младшему исполнится в январе один год, самому старшему 31. Трудности не пугают, вместе справляются. Сложно, потому что все дети разные, каждый индивидуальный. И сложно. Бывают у нас и радости, бывают у нас огорчения, бывают у нас ссоры, непонимания. Ну, как с обычными детьми, как вот со своими, то же самое с приемными. То есть тут уже не подразделяется, он вредный, потому что он приемный, потому что он ребенок, потому что он такой, потому что у него в силу его возраста, переходный там возраст, или какой там еще, у него свой характер, свои какие-то устои. Поэтому он доказывает свое «я» в жизни, хочет быть важным, хочет быть нужным. Но приходится с этим смиряться. Мы учим друг друга. Светлана Николаевна рассказывает, что счастлива, когда всей большой семьей собираются вместе. Могут часами разговаривать. Пульт от телевизора делят без проблем. До конца декабря семью Никоновых пополнят еще два ребенка. Наградили сегодня и знаками отличия Свердловской области Совет да любовь тех, кто в браке прожил 50 и более лет. Знак отличия дает право на единовременную денежную выплату в размере 5000 рублей каждому награжденному. И уж пользуясь случаем, я хочу сказать, для тех пар, которые еще ожидают этого торжественного мероприятия в своей жизни, пожалуйста, после того, как вы уже отпразднуете все торжественные мероприятия в связи с 50-летием супружеской жизни, обратиться нужно в управление социальной политики по городу Полевскому с документами для оформления наградного листа на обручение знака отличия Совет да любовь. В нашем городе 652 таких крепких семейных пары. И эти цифры говорят о многом. Игорь Соколов, Константин Миронов. Новости. Твой день.